Продолжение следует... 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 Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Хотелось бы пару слов рассказать о Пик Бишкек для тех, кто еще не видел ранее этой презентации, впервые подключается к мероприятиям и к вебинарам Пик. Пик Бишкек, ну что это такое вообще? Когда, ну, испытано лично мной, когда ситуация была такая, что, ну, в одной ситуации было такое, да, был бренд, который уже был на рынке, но он приостановился, и на его надо было реанимировать. И, естественно, реанимируя его, я обладал каким-то базовым знанием, что делать, но в целом совершенно неизвестно было, как и с чего начать, да, не хватало менторов, советчиков, людей или специальных организаций, которые могли бы помочь развить этот бизнес. Поэтому очень много шишек было сломано, набито, но дров наломано, но, тем не менее, как бы, как святок сквозь асфальт, что-то пытались сделать, да, и через это проходят все стартаперы, все, кто начинает бизнес. Другой случай был, когда учредитель, вот Максат сегодняшний спикер, эксперт Максат Консулиев знает этого человека, сказал, иди, создай микроактивную компанию, вот кровь бизнесу, ничего не знаешь, не финансист, только закончил университет, создай, и все. И тоже идешь, создаешь, и в процессе бывает много шишек набиваешь. И вот тогда, как бы, я подумал, как бы было бы хорошо, если была какая-то организация, в которой были бы собраны опытные менторы, которые помогли бы, обучили бы, да, как меня. Не только я так думал, так думали и думают все стартаперы, и к тому же, к этому их запросу начинает присоединяться международные организации, да, особенно такие вопросы очень актуальны в тот момент, когда происходит кризис, как тот, который происходит сейчас. Сейчас вот, мы знаем, да, некоторые отрасли упали, некоторые отрасли поднимаются, да, тут не все отрасли, конечно, указаны. Чтобы отдачить, была такая организация, которая помогла бы стартапам развиваться, был создан Пик Бишкек. Пик Бишкек вот был открыт в феврале текущего года с участием официальных лиц Великобритании и Крымской республики. Мы уже провели определенные мероприятия, проводим их. Набрали первую когорту, об этом подробнее чуть позже скажет Даниар, пару слов. И, как бы, начали наши мероприятия. Что такое Пик Бишкек? Пик Бишкек – это место, где предприниматели могут принять участие под заявку на бизнес-акселерацию или бизнес-инкубацию. Что такое акселерация или инкубация? Это то, что поможет бизнесмену ответить на его вопросы, как ему двигаться в бизнесе, как его расширить. Самое главное, наш слоган – это Scaling Face. Это, как бы, расшириться к новым вершинам. Вот как бизнесмену расширить свой бизнес? Вот этот вопрос, все ответы, получается, на бизнес-акселерации. Также у нас есть менторство и консалтинг. Мы собираем менторов на местных рынках, на международных рынках. Например, для техакселераций мы набирали людей, даже из Силиконовой долины нам помогли партнеры, для привлечь менторов. Они посоветуют, как что делать. Воркшопы и тренинги, международный нетворкинг можно делать в Пик. В Пик участники программ получают доступ в онлайн-платформе для обучения. Мы создаем базу данных инвесторов, и те, кто подготовит успешно хороший проект, мы устроим встречу между инвесторами и бизнесменами, участниками наших программ. И также, когда коронавирус завершится, вакцинация произойдет или что, наш офис будет открыт для каворкинга участникам наших программ. Исполнитель данного проекта и его непосредственно организм, который осуществляет его, это DIA Europa. Наши партнеры, такие партнеры, как, например, американская компания Venture Hive, International Alert, BizExpert, университет центральной Азии в Кыргызстане, Таджикистане, и в Казахстане, университет Кембридж, то есть школа судей. Это наша команда, вот я из киндер-шерд-шеф, да, Даньяр, вот, который открыл данный вебинар, наш программный менеджер Даньяр Усенов, и Назгуль Токтоназарова, она тоже с нами, а я думаю, что в будущем, когда вопрос с коронавирусом будет решен, Назгуль будет встречать вас в нашем офисе, первый, и мы сможем познакомиться, так, с глазу на глаз. Пожалуйста, Даньяр, пару слов о наших программах. Да, меня зовут Даньяр, я манеджер, как меня слышно? Отлично. Итак, да, позвольте вкратце рассказать про наши программы. Ну, вообще, пик, как сказал из киндер, да, основной мандат – это разработка и проведение акселерационных и инкубационных программ. В этом году мы начали нашу первую акселерационную программу, это IT-акселератор, 12-недельная программа на английском языке, с участием нашего партнера американского VentureHive. Мы завершили успешно уже в апреле, в конце апреля эту программу, выпустили 10 проектов, 10 стартапов, провели демо-день. И этот акселератор отличается, в первую очередь, тем, что стопроцентно все минтора были из Америки, которые нам предоставил наш партнер VentureHive. И в этом году мы планируем также провести один такой акселератор для IT-компаний. И это будет, скорее всего, или осенью, или зимой. Также мы сейчас буквально несколько дней и начнем набор на новую акселерационную программу для малого бизнеса. Это будет 7-недельная программа с участием наших местных менторов. Мы набираем действующих предпринимателей из малого бизнеса. И сама программа планируется где-то в середине июня. И как раз, может, среди вас на данный момент окажутся уже люди, предприниматели, которые будут заинтересованы в участии в этой акселерационной программе. Поэтому, я думаю, вам будет это интересно. И также в скором времени, буквально через полмесяца, скорее всего, мы начнем другую нашу программу. Это будет программа для мигрантов. Шесть недель она будет длиться. И она в основном рассчитана для, скажем так, новичков, для тех, кто хочет только начать свой бизнес. И здесь основная целевая аудитория – это мигранты, которые возвратились на родину. Это вот три основные программы. Одна завершена, а две мы планируем скоро начать. И, пожалуйста, следите за нашими новостями на социальных сетях и на наших сайтах. Спасибо. Спасибо, Даниэр. Также у нас есть программа консультантов, бизнес-консультантов. У нас есть предложение как для бизнес-консультантов, которые могут стать частью базы данных, базы данных консультантов ПИК. Мы будем продвигать и помогать им находить клиентов через ПИК. И, соответственно, клиенты ПИК, то есть предприниматели могут прийти в ПИК и сказать, мне нужен из ваших баз данных тот-то тот консультант. Давайте-ка помогите мне получить у него консультацию. И мы поможем пройти эту консультацию. И если консультант объявит определенную стоимость своей услуги, 75% оплачиваем мы, 25% оплачивает клиент. Будет у нас доступна и такая система. Это называется BASP, то есть программа по поддержке, программа по бизнес-консультантам. Также это наши QR-коды, ПИК, это наши социальные сети. Пожалуйста, сфотографируйте или сделайте скриншот. По ним через программу чтения QR-кодов вы можете зайти на наши соцсети. Подписывайтесь, отслеживайте нашу активность и участвуйте в наших вебинарах. Спасибо. Даньяр, перехватывайте, пожалуйста, управление. Передаю слово Максату. Максат, пожалуйста. Добрый день, Даньяр. Добрый день, Искандер. Приветствую всех участников группы данного вебинара. Хотелось бы поблагодарить за такую замечательную инициативу проект ПИК Кыргызстан, UK Aid. Всегда приятно видеть такие инициативы. Хотелось бы пожелать вам успехов и дальнейшего роста. Меня зовут Максат Канушалиев. Я эксперт по инбаунд туризму, по въездному. Я являюсь создательным интернет-проектом MaxTour.com. Общий опыт в туризме 11 лет. Организация туров, экспедиции по Кыргызстану и странам Центральной Азии, такие как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Также я веду влоги с путешествий и занимаюсь созданием видео. И еще администратор туристических групп в различных соцсетях. Мой опыт и начало моего туристического пути начался с отеля, с местного отеля. И затем я создал сайт-визитку. В итоге объехал всю Центральную Азию, кроме Туркменистана, но это в планах. Вся подготовительная работа ведется в онлайн. И только сами выезды мы делаем вживую. Более подробно после видео я предлагаю посмотреть. Видео, снято мной. И после этого зададим такой настрой. И вы сможете больше понять то, чем я занимаюсь, именно просмотрев видео. Да, тем более, что видео снято самим Максатом. Он, получается, один из тех предпринимателей, который практически сам в поле, так скажем, выходит, насколько я знаю. И практически, наверное, в Хрестане осталось местное дело не было бы. Практически нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Спасибо за просмотр видео. Надеюсь, вам понравилось. И да, как сказал Искендер, большую часть работы веду сам. И не очень много места осталось, которые я еще не посетил. И надеюсь, в ближайшее время мы начнем выезжать и покроем все остальные белые пятна на карте. В данный момент в моей команде работает несколько человек и количество регулярно меняется в зависимости от сезона и задач. В сезон достигает до нескольких десятков человек единовременно. Постоянно проводим самообучение, видеоуроки, вебинары, статьи, мониторинг, анализ ситуации в туризме, в стране у нас, у соседей и в мире. Я очень люблю путешествовать и каждый раз стараюсь анализировать минусы и плюсы, посещая различные страны и в дальнейшем стараться применять их у нас. Свои самые первые туры я начинал абсолютно бесплатно. Я работал в отеле и организовывал однодневные выезды и делал это только за счет чаевых. На данный момент я являюсь одним из самых высокооплачиваемых специалистов. Ну, во всяком случае у нас. Дальше по мере роста, опыта и расширения географии, соответственно, поднимали ставки. Изучали новые места. В итоге я много раз объехал нашу страну, 5-6 раз Таджикистан, Памир, весь Казахстан и почти весь Узбекистан. В планах расширения географии поездок до Туркменистана и Монголии. К сожалению, пандемия немного изменила планы, но лишь отложил на будущее и постараюсь достичь поставленных целей в следующем году. Давайте просмотрим небольшой слайд-шоу. Вот карта с местами, где я бывал. Из-за кем-то также просил уточнить о определенном достижении. Коричневые точки – это места, где я путешествовал. Вот здесь вот, как вы видите, Алтай, Сибирь. Местам предков мы делали выезды. Здесь Казахстан, синие точки. И Казахстан, сними точками. То есть, вот примерно ответ на ваши вопросы с ним. Казахстан – зеленый и желтый. А точек отличаются? Ну, ясно, снижение по основному цвету флага этой страны. В прошлом, точнее, в позапрошлом году я выиграл вот этот вот телефон на одном из конкурсов от «Казахтуризма». Они проводили конкурс, нужно было объехать всю страну, и я занял первое место. В прошлом году я получил звание «Суперхост» на международной платформе «Индикайт». Она дается тем, кто достаточно давно занимается или у кого много хороших отзывов. Хотелось бы также обсудить такой момент, как открытие фирмы, офиса. Был период времени, когда я открывал, но затем закрыл, и я полностью ушел в онлайн, потому что все равно большая часть работы происходит именно в онлайне. И нужно постоянно держать руку на пульсе и быть на одной волне, следить за трендами, как это модно сейчас говорить. Почему именно онлайн против классической работы, объясню. В прошлом году закрылся один из самых крупных и старейших туроператоров в мире, Томас Кук. Возможно, коллеги в «Тостуризме» слышали эту новость. И одна из причин закрытия этого проекта явилось именно развитие онлайн-технологий и платформ. Люди все больше уходят в онлайн и стараются приобретать туры или искать информацию, либо находить, связываться с человеком напрямую, беспосредник. Туризм меняется, как и весь мир. Приходится постоянно учиться, развиваться. Растет и конкуренция. Все больше, уходя в онлайн, многие предпочитают делать брони на различных площадках и платформах. В моей жизни произошло два события, которые подтолкнули полностью уйти в туризм. Первое, это, наверное, немножко патриотичное. Мне всегда нравилось то, что организовываю туры, ты не один зарабатываешь, а также даешь немало доходов всем, кто задействован в туризме. В твоей стране, а не только. И все регионы охватываются. То есть везде, где ты ездишь, ты приобретаешь услуги местного населения, проживаешь где-то, кушаешь там и так далее. И однажды я возил по стране гостей друга из Германии. Ко мне подошла бабушка и пожелала успехов мне в моей работе, в туризме. И что такие, как мы, даем ей возможность зарабатывать на жизнь. И она дала свое бота, это благословение. А у нас у кыргызов бота старшего поколения, оно очень многого значит. И было очень приятно, и я был очень сильно тронут вот этим фактом. Второе, то есть помимо туризма я занимался параллельно другими вещами, но второй триггер такой, как бы, вторая причина, почему я решил полностью заняться исключительно туризмом, был фильм «Жол инклюзив». Наши КВНщики сняли, обязательно посмотрите, он есть в открытом доступе сейчас в интернете. Это комедия про то, как ребята ездили по стране, возили гостя, и как бы, концовка фильма очень интересная. И вот это вот все послужило определенным триггером к тому, чтобы полностью уйти и заниматься туризмом и делать это на основном видеом деятельности. И хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить ребят, которые сняли этот фильм и снимался в нем. Ваша работа была очень-очень вдохновляющей. Почему онлайн? Почему онлайн самого проекта? Это все просто. В разное время приходил жить за границей и всегда хотел создать что-то такое, что будет именно по стране, помогать. По цифрам. Основные туристические цели. Люди, когда путешествуют, в первую очередь, это досуг и отдых. Как мы видим, это по данным, согласно данным ЮНВТО, 53% это досуг и отдых. 27% это навещают родственников, лечения, религия. 14% это деловые поездки у нас. И 6% это прочее. Туризм в данный момент приносит ВВП страны 5%. И на этой инфографике мы можем посмотреть, как за последние 20 лет менялась тенденция. И, как там указано у нас, количество людей, посетивших нашу страну, в миллионах. И синим это те, кто связались с туристическими агентствами. И зеленые – это те, кто начинает путешествовать сами. Здесь мы также можем посмотреть, что помимо прямых доходов с туризма, также задействована сфера трансферов, сфера ресторанов и так далее. И в следующем графике надо показать, что экспорт услуг за 2019 год, по данным Кыргызтуризма и Департамента туризма Кыргызской Республики, составил 613 миллионов долларов. Экспорт – это доходы от туризма внутреннего, то есть все люди, которые приехали, заехали в множество услуг. То есть наши граждане, выехавшие за рубеж, составило 379 миллионов долларов США. В последующий год оказался самым успешным за последние годы. И здесь вы можете посмотреть данные за 2018 год, за 2017 и за 2016 год. По данным ЮНВТО, на момент 30 апреля 100% туристических дестинаций в мире оказалось под полным запретом. Никогда прежде в истории в последнее время такого не было. То есть у нас уникальный случай, к сожалению, печальный случай для нас. Но благо сейчас ослабляет карантин, и многие места начинают открываться. И надеюсь, в скором будущем мы будем так же в их числе. По поводу отказов на этот год, цифра составила 70-80%. Если брать именно въездной туризм, то есть именно туризм, связанный с гостями из-за рубежа. Но многие перенесли свои туры на конец лета или на начало осени. Кто-то перенес туры на следующий год. У многих партнеров примерно такие же показатели. То есть на рынке мы все друг к другу конкуренты, но зачастую мы объединяем усилия и становимся партнерами. И надеюсь, вот этот вот коронакризис, он подтолкнет нас к большей кооперации и совместной работе. Также хотелось бы затронуть такую тему, как предзаказы от внутренних и иностранных клиентов. Очень радует та картина, то что в последнее время все больше наших граждан стали интересоваться путешествиями внутри страны, по своей родине. Причина – это развитие медиа, развитие социальных сетей и все больше контента в этих самых социальных сетях. И оно как бы подталкивает людей путешествовать внутри стран. Ну и плюс пока будут закрыты границы, это шанс для местных компаний ориентироваться на внутренний рынок. Но, к сожалению, покупательная способность гораздо ниже, чем у гостей западных стран. На данный момент мы все ждем, когда закончатся все эти мероприятия по карантину, локдаун, и откроется небо и границы. То есть мы сильно зависим от логистики и политической стабильности. Последние новости о стрельбе на границе либо различных прижимов к беспорядкам это всегда очень болезненно воспринимается, потому что, если вы вспомните 2005-2010 год, после двух революций у нас был также большой спад. Но радует то, что наш рынок справился с этим и вышел не сразу. Очень большие потери были. Многие сменили род деятельности. В будущем всегда нужно учитывать, всегда нужно учитывать то, что многие наши регионы и есть даже отдельные села, которые полностью зависят только от туризма. Например, приведу, это Арсламбок. То есть они на 90% заняты, местное население там занято исключительно работой для сферы туризма. Я уже говорил, 7-80% 7-80% туров из вне страны были отменены либо перенесены. Спрос как бы растет на внутренний рынок, но многие наши тур-компании местные были ориентированы на страны СНГ и дальние зарубежья. К сожалению, те, кто работает исключительно на внутренний туризм, то есть делают туры выходного дня, более короткие бюджетные туры, они тоже очень сильно пострадают, потому что они работают на массу и набирать полный бусы крайне рискованно на данный момент. И, соответственно, если меньше мест будет забито в транспорте, то и цена, себестоимость вырастет. И после кризиса у многих людей не самые лучшие показатели финансовые, и я думаю, не все смогут позволить себе сразу выехать куда-либо. Что будет делать тур-компании, чтобы преодолеть кризис блокдауна и коронакризиса? На данный момент единственное, что нам остается делать, это следить за ситуацией в стране и мире больше пока мы не в силах ничего сделать. И это отличное время, чтобы сделать анализ всех своих действий, пересмотреть стратегии, доработать то, что было сырым продуктом, может быть, улучшить какие-то предложения туров, убрать все лишнее. И в этом в этом случае больше всего пострадали те, кто набрал много кредитов. Та часть рынка, которая росла медленнее и только за счет своих доходов и сама в себя инвестировала, им, я думаю, немного проще, потому что у них нету долга, он не растет. Да, были отсрочки по платежам, но доходов в первое время после отмены всех карантинных мероприятий не предвидится, соответственно, а кредиты нужно будет закрывать в любом случае. И я боюсь, что многие фирмы обанкротятся либо приостановят свою деятельность как минимум до следующего года. На данный момент некоторые компании распродали часть активов и стараются поддержать команду. Тут начинает активно переориентироваться на внутренний рынок и на соседей, на Казахстан и на Узбекистан. Там можно постараться остаться на плаву именно за счет большого потока и за счет количества людей. Но опять же, это очень опасно и необходимо соблюдать все меры безопасности. Также в реалиях коронакризиса люди будут избегать людных мест, потому что все еще риск заражения будет сохраняться какое-то время. И это плюс для тех, кто делает индивидуальный тур. И тут у нас палка о двух концах. С одной стороны, индивидуальный тур это гораздо дороже, но это безопаснее. Здесь придется выбирать приоритеты, либо пониже цену, либо делать более безопасные какие-то вещи. Мои прогнозы по тому, что будет с рынком туризма. во-первых, многие компании за время пандемии опробуют и активно пробуют сейчас работу через видеоконференции и поймут, что в принципе можно исключить очень многие командировки, конференции, семинары и выставки. Это станет мейнстримом. И это также отразится на бизнес-туризме, на майс-туризме. То есть будут выезжать в крайне редких случаях. Также для приключенческого туризма. В принципе такое не предвидится. Как минимум на следующий год все возобновится. И на данный момент идет развитие 3D, VR, Virtual Reality, Google Street View и так далее. Но в ближайшем будущем люди все равно предпочтут поехать куда-то и посмотреть вживую и почувствовать все на своем опыте, нежели просто смотреть это все в онлайн. То есть одно дело когда мы встречаемся и обсуждаем рабочие моменты, другое дело поехать и ощутить все это на себе. Ну и соответственно все эти инструменты сейчас многие наши коллеги активно изучают, потому что это все может послужить хорошим толчком для развития и делать такой просмотр и в будущем стимулировать больше людей посещать нашу страну. вопрос безопасности сейчас все прорабатывают именно моменты с безопасностью то есть необходимо обрабатывать все места размещения необходимо обрабатывать все средства транспорта обезопасить свой персонал и гостей в первую очередь которых вы будете встречать. такой важный момент еще есть что после коронавируса и после того как откроются все границы у Кыргызстана есть хороший шанс хороший шанс стать вырасти в рейтинге посещаемости среди стран потому что мы все еще underrated destination недооцененная локация дестинация в мире и у нас нету массового туризма как во многих других странах и люди я уверен что люди будут выбирать именно такие места чтобы избегать массовых скоплений людей и выбирать более индивидуальные туры мы должны воспользоваться этим шансом и объединить объединять усилия прежде всего сделать контент по этой тематике всячески развиваться улучшать свой контент и работать в этом направлении хотим мы этого или нет нам придется выработать новые привычки навыки и иначе никак угроза будет сохраняться как и говорил ранее также изменения коснутся образования сейчас многие учреждения пришли на онлайн форму обучения и это коснулось также и туризма очень много онлайн семинаров и я рад видеть что многие специалисты сейчас имея очень много свободного времени занимаются изучением различных материалов повышает свой уровень это очень приятно видеть очень похвально в данный момент еще большой спрос на онлайн услуги за этим будущее именно поэтому я лично свой проект решил оставлять в онлайне и я заметил какой скачок произошел в плане вопросов и очень много людей обращаются именно тот кто выживет сейчас и станет лучше он сможет захватить в будущем большую часть также мои прогнозы касательно ситуации есть лишь два варианта развития событий первый это будет полное отсутствие каких-либо туристических активностей до конца года из-за того что все еще могут продлевать карантинные меры либо второй это будет большой наплыв после того как снимут эти самые ограничения потому что люди устали сидеть и они первым делом захотят посетить места где они не были либо куда не планировали но в любом случае как бы картина не разворачивалась они не смогут все вот эти результаты уже никак не покроют показатели прошлого года и остается лишь надеяться на 2021 по данным ЮНВТО в этом году в мире в сфере туризма останется более 100 миллионов человек без работы но есть также и позитивные стороны в плане того что если мы рассмотрим пример Китая сразу после снятия карантина во все нацпарки страны как бы огромный поток посетителей и именно местных и на сегодняшний день цифра внутренних туристов в Китае превысила 30 с половиной миллионов человек больше 8 тысяч туристических мест открылись и работают полным ходом дневной доход уже составил более 1,8 миллионов долларов США еще одна тема которая нужно затронуть да вот в этом случае это вот именно вот этот наплыв в Криста самые популярные места я считаю что необходимо нацпарком подготовиться прежде всего по мерам безопасности исключить возможность пожаров уборка мусора их ожидает большой наплыв к примеру Аларча Чункурчак Ламедин возле Бишкека ну и в каждой области есть свои места излюбленные для посещения и им уже сейчас нужно полным ходом готовиться продумать стратегию возможно исключить очереди либо сделать какие-то разметки чтобы люди при оплате на кассе на входе не толпились и не было риска повторного заражения когда ты попадаешь на природу в основном расстояние между людьми довольно большое на свежем воздухе риск заражения гораздо не также и Сыкуль должен подготовиться к этому сейчас они насколько я знаю закрылись но я надеюсь все пройдет и в ближайшее время они откроются и мы сможем в этом году посетить но опять же самое главное это сейчас меры безопасности и еще одна важная такая проблема это мусор хотелось бы чтобы было как-то чище в нацпарках потому что за годы работы я замечаю что в основном мусорят именно местные местные посетители и очень стыдно и неприятно видеть перед иностранными гостями они всегда говорят у вас удивительная потрясающая природа и нужно ее больше ценить также как можно сбавить вот этот вот наплыв во все нацпарки это я думаю что на данный момент все СМИ и телевидение газеты и так далее должны заняться популяризацией разных мест у нас мест очень много вы могли видеть все на видео убедиться и единственный вариант того чтобы избежать больших скоплений это равномерно рекламировать все места для местного рынка по местным каналам чтобы люди не все скопом поехали только в лошчу а уже знали что есть выбор и что они могут поехать в какое-то другое ущелье и постараться избежать толпа первое время она неизбежна важный момент выдержит ли туризм продление карантина если он продлится до конца лета до осени то нет в любом в любом случае выдержит потому что мы пережили два две революции и долгое время не было абсолютно никаких туристов ходил заниматься другими делами но в итоге каждый раз мы возвращались и становились лучше и лучше это тоже был не меньший кризис чем сейчас сейчас конечно риски другие но я уверен что мы справимся то есть нужно стараться увидеть в каждом кризисе возможности и постараться их использовать во благо себе лично в моем случае я усилил одно из своих хобби это съемки видео сейчас очень много времени монтаж изучая новые фишки и оно дополняет мое основное дело и у меня уже даже пошли заказы на съемки каких-то видео и это очень приятно то есть в этом случае как бы да есть такой момент как имеет ли смысл участникам туризма рынка туризма уходить в другой сектор бизнеса я думаю нет или если да то только временно почему потому что сейчас нужно набраться сил терпения и пережить переждать все это я лично знаю много гидов пример приведу туристический сезон у нас не такой длинный и не туристического сезона многие имеют вторую профессию например есть гиды которые преподают языки либо являются учителями в школах и в принципе они на время вот этого кризиса они лишь займутся второй специальностью я знаю гида программиста к примеру да то есть он сейчас занимается программированием но он ближе к туризму больше хочет заниматься спасибо давайте тогда перейдем к вопросам да у нас поступило достаточное количество вопросов я начну с первого вопроса который был задан ожидается от маленького вопрос ожидается ли снижение цен на тур услуги насколько примерно процентов как вы думаете безусловно да процентовку сказать сложно потому что призм это очень большая сфера большая отрасль очень много разных направлений безусловно скидки будут там уже все зависит от выбора хозяев но даже сейчас уже наблюдается то что многие игроки на рынке стали снижать минимум на 30-40 процентов я думаю если будет продолжаться закрытие границ то скидки будут увеличивать так следующий вопрос от т.н. да просьба напишите свое имя пожалуйста так не планируете развивать массовый туризм ориентированный для местных такой вопрос планировал уже определенная работа проведена но моя специализация все-таки более индивидуальные туры джип-туры меньшие группы и стараться более качественно проводить то есть работать реже но у меня много друзей кто занимается внутренним туризмом и они уже вовсю готовятся спрос очень большой со временем может быть в будущем но пока пока разовые выезды есть не только вопросы есть как бы мнение можно просто дать комментарии относительно рухат пишет что цена внутреннего рынка упадет приблизительно процентов на 50 процентов будет по крайней мере немного выше чем себестоимость заработков как раньше было уже не будет но с одной стороны он говорит о том что люди устали от карантина и хотят дышать более свободно то есть спрос как бы на скажем на услуги туристические в связи с этим карантином в связи с этим может даже в какой-то степени вырасти да да это очень хорошее хорошее предложение я думаю в принципе в некоторых пунктах до 50 процентов мы можем наблюдать снижение цен и многие кто сейчас остались без работы будут готовы на более низкие условия так а что будет от алтенбека вопрос такой а если вдруг вирус не уйдет то есть тоже будет такой же сложный как ехать что делать тогда туркомпания искать другие варианты замораживать деятельность а вопрос такой от государства от Минкультуры или туризма какую-то помощь получаете вообще оказывает эта организация вопрос от ТМ у нас сейчас туристических организаций то есть у нас есть Министерство культуры информации туризма департамент туризма и есть госпредприятие Кургистуризм каждая из этих ведомств занимается своим направлением в сфере туризма и определенная поддержка есть недавно у нас была такая же видеоконференция и мы обсуждали пакет антикризисных мер и сейчас идет работа на ней в плане финансовой поддержки нет но они стараются помочь послаблениями по кредитам и всячески оказывать поддержку следующий следующий тоже от ТН какие культурно-развлекательные программы каких культурно-развлекательных программ не хватает для развития массового туризма для иностранцев и местных больше культурно-развлекательные программы необходимо разрабатывать проводить ну это такой довольно емкий вопрос постараюсь максимально вкратце ответить у нас в принципе все есть у нас прежде всего у нас самая замечательная природа как объехавший весь регион у нас одна из как это правильно высказать я еще не видел ни одного путешественника с большим опытом стран с большим багажом посещенных стран которые не сказал бы раз 10 вау по дороге самое главное самый главный такой плюс это наши люди и наша природа люди это человеческий ресурс и у нас это национальная национальная черта такая гостеприимство и многие туристы отмечают то что мы все еще не испорчены деньгами но спойл баймани как других крупных туристических странах мира им это очень нравится у нас очень богатая культура наверное нам все-таки не хватает еще немного инфраструктуры хотелось бы чтобы больше и больше места открывалось что иногда бывают проблемы с местами размещения но мы решаем это тем что предоставляем варианты размещения либо в дикой природе в палатках либо юрты то есть они могут почувствовать себя кочевниками наши гости и остаться в целом инфраструктура у нас довольно развита гораздо лучше чем было даже три года на нас так я как бы хочу сначала вопросы прочитать а потом вот комментарии можем по ним пройтись вопрос такой от юзера имя не указано что думаете насчет инкруиз то есть слышал что планирует инкруиз на конец года инкруиз это организация насколько я знаю да я вот точно не знаю инкруиз что здесь подразумевалось если кто задавал этот вопрос пожалуйста уточните когда мы можем есть и пока да просто есть две или три организации с похожим названием и если речь идет о сетевом бизнесе то в этом я не силен скорее всего здесь имеется ввиду планируют круиз на конец года больше такой видимо вопрос связанный с не конкретно с Кыргызстан относится я так понимаю ничего не имею против сетевиков но я как-то изучал их деятельность да вот ответили именно вот сетевая компания я все-таки предпочитаю более стандартные виды ведения бизнеса и это это не по мне я также читал отзывы там были хорошие отзывы о том что эта компания которая помогла многим людям подняться есть также немало плохих отзывов где говорят что люди покупали какие-то пакеты чтобы зайти туда и теряли довольно большие деньги поэтому я бы посоветовал держаться дальше от таких вещей потому что риск того что вы прогорите гораздо выше лучше заниматься более классически вопрос от маленькая разрабатываются ли новые совместные турпродукты от туркомпаний сейчас приходится пересчитывать многие вещи и оптимизировать их под нынешние реалии предположим мы уже не можем рассаживать людей так плотно как было раньше и нужно еще закладывать дезинфекцию и также вести работу с местами размещения потому что они тоже должны быть соблюдать нормы по безопасности насколько я знаю у департамента туризма уже есть нормы и они совместно с ассоциациями отелей уже работают в этом направлении вопрос от Нурбека как вы зарегистрировали свою трудовую деятельность на данный момент я работаю по патенту и ИП то есть в других странах на основании договора сотрудничества соседей я работаю одновременно в основном в Кыргызстане и в Казахстане то есть в Кыргызстане мы заключаем договора между фирмами изначально было открыто ОСО но со временем мы закрыли ее потому что многие наши гости мы делаем не массовые выезды соответственно у нас более индивидуальные они для них важно для них более важно то что будет в отзывах в интернете чем как бы их меньше волнует юридическая часть поэтому в основном по патенту в данный момент в основном следующий вопрос от Аины Анваровны такой вопрос неординарный что именно мотивирует вас в своей деятельности я люблю свою работу я очень люблю ездить путешествовать знакомиться с людьми и я бы даже не назвал ее работа это скорее образ жизни я очень люблю бывать на природе красивые пейзажи я не очень люблю города то есть когда у меня есть возможность я всегда стараюсь уехать на природу это основная мотивация отлично так вопрос от Александра что вы думаете о компании КРИА КРИА я кажется мы кажется переписывались с ними но я не знаю такую компанию переписывались в одной из туристических групп там был вопрос вопрос да но я с ними не сотрудничал и не изучал детально их деятельность поэтому я ничего не могу так вопрос как вы думаете скоро начнет работать туризм во всем мире в полном мере нет в этом году в этом году наверное только к концу года либо на следующий так вот осенолой вопрос а с кем можно переговорить по поводу совместных турпродуктов у меня турагентство по поводу совместных турпродуктов у нас есть на фейсбуке площадки туристические в телеграме там сидят очень много специалистов по туризму разных направлений в принципе вы всегда можете запустить свои предложения свое видение и все кому будет интересно они свяжутся напрямую либо либо обратитесь ко мне после вебинара и поделиться идеей я с удовольствием постараюсь помочь и подскажу кто будет подходить лучше всего ваше направление Максат тогда просьба да контакты в конце Максат обязательно поделится с контактами да и дальше уже я в группу сейчас в чат напишу сейчас даже можно да в чат написать так у нас следующий вопрос тем временем ожидается ли увеличение конкуренции со стороны турфирм которые работали на внешний туризм вопрос от тебя и да и нет потому что как сказать это два разных направления и что мы видим что конечно будет классно если турагентства которые занимались исключительно вывозом туристов из нашей страны в другие страны займутся и подключатся и помогут местным туроператорам с продажей их туров потому что у них есть определенные свои базы данных клиентов и вот эта взаимопомощь она как нельзя будет кстати но зачастую люди кто занимается выездным туризмом они стараются заниматься только выездным а те кто занимается въездным занимаются только въездным потому что и то и то называется туризм но на самом деле она сильно отличается толтомека такой вопрос что делать гисхаузам и юрточным лагерям в регионах срочно связываться с турами выходного дня они они ближайшее время смогут как бы снизить цены в любом случае как мы можем видеть люди просят до 50% скидку ну там уже соответственно по их возможностям и связываться с местными компаниями турами выходного дня и как минимум они смогут обеспечить им первый поток что вы думаете о продаже аэропорта Алматы будет ли так что комбо туры будут скорее всего в большинстве начинаться с Казахстана зачастую это так и происходит то есть в нашей практике мы делаем туры в нескольких странах и очень часто они начинаются либо в Ташкенте либо в Алмате потом из-за прямых соединений то есть гостю удобнее лететь на прямую в Алмату допустим раньше был рейс с Франкфурта до Алматы прямой и альтернативные рейсы были либо через Москву либо через Стамбул либо через Дубай и соответственно делать остановку это несколько часов ждать пересаживаться то есть это утомляет гостей зачастую они выбирали прямые рейсы в какие-либо из соседних стран то есть тот кто логистически прямые поставки сделает в своей стране в своем аэропорту он будет получать первый поток клиентов в любом случае и вот эта вот новость о продаже я не владею точной информацией но я слышал что также велось обсуждение по поводу нашего аэропорта но я не знаю о результатах но мы их можем видеть то есть они выбрали Алмату Алмата уже давно является Алматы является давно международным хабом и она достаточно близко в принципе это несколько часов езды либо есть также раньше были также прямые рейсы от эйростаны которые летели то есть всегда можно было сделать короткую стыковку короткий перелет вопрос от айданка маралбаева какие прогнозы для майс туризма вы думаете какие прогнозы для майс туризма да ну и на этот вопрос я небольшой специалист в сфере майс туризма но насколько мне известно там отмен еще больше то есть выставки это выставки различные встречи массовые большой риск и я не думаю что их разрешат ближайшее время и сейчас сейчас пока первое время все будет происходить вот в нашем формате как мы сейчас ведем его пока только онлайн и может быть может быть с конца осени либо середины осени начнутся первые выезды встречи но оно не будет таким же массовым как было в том же прошлом году я думаю все в любом случае перенесется на следующий год такой вопрос от Аина Анваровна что вы посоветуете начинающим предпринимателям в сфере туризма чтобы стать успешным в этом бизнесе на что в основном надо обращать внимание для начала я думаю нужно выбрать свою нишу в туризме туризм он многогранен он большой то есть это минимум есть въездной туризм выездной туризм внутренний туризм он тоже отличается майс туризм и очень много ответвлений внутри прежде всего нужно понять что нравится именно тебе и затем уже начинать искать варианты как вырасти в этом направлении искать людей кто занимается именно этим направлением и начать работать с ними пытаться научиться чему-то сейчас практически все есть в онлайне очень много информации можно найти в онлайне есть ряд курсов которые сняли абонемент на время кризиса и сейчас отличная возможность бесплатно пройти все эти курсы и поднять свой навык дополнение это Аина Анваровна в основном инбаунд то есть въездной туризм видимо подразумевался я ее знаю она из Туркменистана я уже говорил раньше прежде всего послабление визового режима вам нужно либо отмена виз как во многих наших странах соседях и уже затем начинать возить как бы потихонечку я рекомендую посмотреть этот фильм желтый инклюзер это конечно так нельзя делать много много из вещей нельзя делать как в этом фильме это комедия надо понимать но примерно дает такое поверхностное понимание как у нас все работает еще один вариант это просто возьмите тур в Узбекистан Кыргызстан и Таджикистан приедьте поездите прям купите посмотрите как это работает изнутри почитайте отзывы в интернете выберите компанию с которой работать как говорится нужно сперва все прочувствовать на своей шкуре когда ты сам все это узнаешь сам все это объедешь посмотришь и тогда уже будет более понятно вопрос от СНОЛы что будет с нашими визами в КР я правда не совсем понял имеется ввиду видимо может быть те визы которые да уточните СНОЛы если можно уточнить если имеется ввиду визы для иностранцев ну пока никаких данных точных нету например в Казахстане до 1 ноября отменили безвизовый въезд для многих граждан которые были до кризиса на данный момент в Кыргызстане действует система e-виза если вы не подпадаете под список безвизовых стран я надеюсь его оставят то есть это в любом случае будет приниматься на высших уровнях государственных и некомпетентен ответить на такой вопрос но что бы ни было в любом случае даже если его отменят я думаю многие ассоциации и представители турбизнеса будут требовать возврата безвизового режима и послабления потому что это напрямую зависит на поток визы пока вопросов нет достаточно большое количество вопросов мы получили лично да уважаемые участники у нас уже три часа да мы в принципе вебинар у нас как бы подходит к концу если у вас есть вопросы у вас есть как бы шанс один-два вопроса еще задать сейчас до того как мы уже будем закрывать наш вебинар так вижу не вижу да пока вопрос к проекту ПИК да вы можете писать тоже вопросы относящиеся непосредственно к нам к ПИКу мы вам обязательно ответим и был еще один тезис да пункт Максат которому вы хотели мы его частично затронули самый последний пункт я решил оставить его на нет просил меня также сделать определенные напутствия пожелания советы для стартаперов в сфере туризма если вопросов нету я тогда пока озвучу этот тезис и потом посмотрим еще будут вопросы да я думаю ответим прежде чем прийти в туризм я порекомендовал бы подумать дважды а лучше трижды если это не ваше то вы очень быстро это забросите мой прогноз в этом случае будет менее чем через год максимум два но если втянетесь выйти из туризма будет очень тяжело потому что в туризме много направлений как я уже говорил но так же много возможностей очень много разных людей работает в туризме и это свой мир со своими законами со своими правилами попав к нам раз если это твое ты затягиваешься полностью и на всю жизнь можно так сказать я не так много людей видел кто становились профессионалами в туризме и уходили во что-то все чем ты занимался до того как ты пришел в туризм оно уже не будет иметь такого значения зачастую оно помогает то есть бывают медики либо специалисты с других областей кто приходит и оно в основном усиливает усиливает эти позиции не бойтесь ошибок экспериментируйте рискуйте прежде всего найти себя и тогда то чем вы занимаетесь оно перестанет быть для вас работой и оно станет больше образом жизни тогда тогда будет гораздо проще также в туризме вы должны быть готовы к тому что вам придется совмещать целый ряд профессий задач то есть вам придется быть одновременно психологом историком менеджером сммщиком водителем механиком поваром и так далее ездить верхом на лошади заниматься какими-то невероятными вещами туризм и айти оно одновременно затрагивает целую более 30 сфер айти фактически применить везде в наши дни и хотелось бы также отметить что большие плюсы еще есть большие перспективы есть у медицинского туризма представьте на минутку да сеть мировых клиник на берегу Исакуля то есть ты одновременно и лечишься там и отдыхаешь и у нас очень много мест помимо Исакуля очень красивых и где могло бы это реализоваться также такое пожелание это хотелось бы чтобы лет через 5-10 во всех городах мира где живут наши соотечественники появились юрты в виде юрты турфирмы турагенты которые будут отправлять иностранных гостей к нам на родину я такой пример видел на выставке в Германии точнее не на выставке извиняюсь в музее в Германии стояла монгольская юрта за полчаса пока я изучал материалы которые были там они продали туров на 10-15 тысяч евро в свою страну то есть одна юрта 2-3 человека и они кочуются этой юртой по всей Европе у нас довольно много соотечественников живет в разных странах одна из идей мне было бы очень приятно что через какое-то время мы увидим целую сеть разветвленную и она будет работать на благо нашей страны и показатели в 613 миллионов мы будем смотреть их лет через 5 на другом на другой инфографике и говорить ой как мало да и мы превысили несколько миллиардов доходов от туризма также очень-очень важный момент это наш народ помимо нашей красивой природы у нас очень добрый народ если вы помните очень много разных плохих ситуаций происходило в Кыргызстане падение самолета было кризис сейчас коронакризис и много других разных вещей и каждый раз наш народ объединялся объединялся помогал друг другу я всегда с гордостью рассказываю об этом нашим гостям и хотелось бы чтобы вот эта черта она не ограничилась только плохими днями и чтобы мы смогли всю вот эту энергию использовать постоянно и в нужном русле для развития всем спасибо у меня отлично отлично спасибо за презентацию спасибо за ответы я думаю это было очень полезно для всех наших участников было очень много вопросов вот и я прежде чем завершить хотел бы немножко ответить на те вопросы которые касательно пика да акселерацию мы информацию по акселерациям нашим будем вам отправлять на вашу почту вы указывали ваш адрес электронной почты когда регистрировались вы обязательно получите эту информацию и акселерация мигранты шкер у нас да она рассчитана на мигрантов на данный момент но планируется ее как-то расширить в ближайшем будущем это в принципе все я бы хотел еще момент добавить что Руфакт один из наших участников говорил о том что будет какое-то очень большое мероприятие связанное с туризмом оно будет онлайн вот и имейте ввиду это тоже на этом как говорится мы заканчиваем наш вебинар спасибо всем участникам мы обязательно выложим видео нашего вебинара в ютуб поэтому все участники могут посмотреть запись сегодняшнего вебинара позже спасибо всем участникам спасибо Максат всего доброго мы планируем каждую неделю проводить наш вебинар наш следующий вебинар планируется на следующей неделе 20 числа будьте с нами на связи всего доброго до свидания всем пока всем доброго участники уважаемые до свидания гостей до свидания